МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Избирательная комиссия Рязанской области подвела официальные итоги голосования по поправкам Конституции Российской Федерации и подписала окончательный протокол. Согласно данным избирательных пунктов, в свой голос оставить перешли 70,35% жителей региона. Число голосов участников голосования, подданных по позиции «Да» составляет 499 716 человек. В процентах это составляет 78,81%. По городу Рязани, соответственно, 75,8%. Число голосов, участников голосования, подданных за позицию «Нет» составляет 129 104 человека. В процентном соотношении это 20,36%. Если выделить город Рязань, то в городе Рязани это 23,2%. Наибольший процент явки более 81% наблюдался в Михайловском, Скопинском, Александроневском, Клепиковском, Сараевском районах и городе Сасово. В день голосования в наш адрес поступило 4 обращения. В том числе 3 из них поступило из Центральной избирательной комиссии. То есть обращения были переадресованы нам. Одна из жалоб была от избирателя на то, что он отсутствовал в списках. По всем обращениям были проведены проверки. Заявителям даны ответы. Избирателю было предоставлено право на голосование. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани прошла конференция по выдвижению кандидатов от партии «Новые люди». Партию будут представлять 21 мандатников и 79 списочников. Само название партии говорит о главных направлениях деятельности ее членов. Мы смотрели, кто действительно хочет что-то делать для людей. Прямо такой первый критерий, что человек не только хочет, но и уже сделал для людей. Какой у него уже есть такой социальный капитал. И второе, кто он сам в жизни, насколько он состоятельный, человеческий. Что он уже успел сделать. И получилось, что у нас прям очень хорошие кандидаты, сильные. Зарегистрированная 1 марта 2020 года партия уже заявила о себе, в частности в нашем регионе. Например, по результатам акции «100 добрых дел» волонтеры, сторонники и кандидаты партии провели уборку прибрежной зоны и почистили фонтан в Касимове. В Новомичуринске привели в порядок территорию у мемориальной доски с именами воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Раздали продуктовые наборы нуждающимся, привели в порядок остановочные комплексы в Шилово, а в Рязани и районе закрасили более 500 надписей с рекламой наркотиков. Они уже добрались до тех насущных проблем, до которых сотрудники муниципалитетов не могли добраться годами. Партия «Наша» тоже имеет такой свой потенциал. Это партия людей, которые образованные, которые умные, которые ищут, как состояться в жизни, что сделать хорошего. Это партия, которая хочет обустраивать Россию и делает это много лет. Своих кандидатов в городские и областные думы партия выдвинула в 12 регионах страны. Среди рязанских одномандатников владелец пабликов в соцсетях Анатолий Тверитнев, спортсмен Алексей Шаев, предприниматель Нелли Лукашева, директор Центра развития детей и молодежи «Пламенной» Алексей Ширяев и другие. Напомним, выборы в областную думу пройдут 13 сентября. С 1 июля 2020 года самозанятые граждане, такие, например, как фотографы, репетиторы, ведущие свадеб и кондитеры, могут добровольно перейти на новый специальный налоговый режим с низкой налоговой нагрузкой. 22 ноября 2018 года был принят федеральный закон 422 ФЗФ, в соответствии с которым на территории Российской Федерации вводился новый налоговый режим, налог на профессиональный доход на территории четырех пилотных проектов. С течением времени этот список регионов расширялся и с 1 июля 2020 года Рязанская область присоединилась к числу пилотных регионов, на котором реализуется вот такой налоговый проект по введению налога на профессиональный доход. Надо понимать, что самозанятый гражданин, зарегистрированный в качестве платильщика налога на профессиональную деятельность, это физическое лицо или индивидуальный предприниматель, который без привлечения наемных работников продает товары собственного производства, оказывает услуги или выполняет работы по заказу других физических лиц или компаний. Что касается данного налогового режима, на него добровольно может перейти как физическое лицо, не регистрируясь в статусе индивидуального предпринимателя, так и уже действующий индивидуальный предприниматель. Если переходит индивидуальный предприниматель, он только единственный, что должен уйти с того режима, на котором он находится и написать заявление именно о переходе на налог на профессиональный доход. Среди преимуществ налогового режима для самозанятых это низкая налоговая ставка 4% если вы оказываете услуги физическим лицам и 6% если вы оказываете услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Кроме того, не нужно сдавать никакую отчетность в налоговую инспекцию. Все взаимодействие с налоговой службой происходит в дистанционном режиме, то есть нет вообще необходимости посещать налоговую инспекцию. Не нужно устанавливать и приобретать, а соответственно тратить денежные средства на контрольно-кассовую технику, потому что все возможности для формирования чека есть в специальном мобильном приложении. И кроме того, нет необходимости уплачивать в обязательном порядке страховые взносы. Что касается регистрации, то опять же она очень проста. Это регистрация через мобильное приложение «Мой налог». Данный режим предназначен для тех самозанятых, у которых сумма дохода не превышает в течение года 2 миллионов 400 тысяч рублей. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рядом с домом номер 7 на улице Советской Армии находится участок дороги, который усеян выбоинами и колдобинами. Полотна асфальта нет совсем, а глубина ям превышает 20 сантиметров. По словам местных автовладельцев, дорогу не ремонтировали более 10 лет и ездить по ней практически невозможно. Я там не езжу, не стараюсь, стараюсь не ездить. Ее только подсыпали один раз, лет 5 назад и все. По словам местных жителей, дороги на ближайших улицах частично отремонтировали, что позволило без труда машинам подъезжать к подъездам домов. Возле дома номер 7 на улице Советской Армии дорога находится в ужасном состоянии. И когда начнутся работы по ее восстановлению, остается только гадать. Тут ее никто не ремонтирует. Вот около общежития тут сделали, а тут ничего не делают. Как ямы есть, так они и есть. Тут никому ничего не надо. Дорога представляет собой одну большую проблему. Не только для автовладельцев, но и для пешеходов. Пройти на данном участке улицы можно только по проезжей части, так как тротуара нет. После проливных дождей на дороге образуются огромные лужи. И это для местных жителей становится серьезной проблемой. У нас вроде еще делают что-то вдоль девятиэтажки. А здесь яма на яме все разбито. По словам местных жителей, ремонтом дороги должна заниматься управляющая компания «Жилищно-коммунальная организация номер 17». Сотрудники редакции нашего телеканала неоднократно звонили в управляющую компанию, обслуживающую дорогу возле дома номер 7 на улице Советской Армии. Но им никто не ответил. Местные жители также обращались в нее относительно ремонта дороги. Но пока все безрезультатно. Они рассчитывают, что в ближайшее время их просьбы все-таки будут услышаны и ситуация в корне изменится. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Задержаны подозреваемые в хищениях из дорогих автомобилей. В марте этого года в Рязани злоумышленники похитили из внедорожника, который был припаркован у одного из торговых центров, 1300 долларов США и 35 тысяч рублей. 12 июня были совершены еще два похожих по почерку противоправных деяния. В одном случае из салона дорогой на марке похищено 20 тысяч рублей во втором золотой перстень. Примечательно, что владелец золотого украшения заметил, как незнакомец проник в его автомобиль и попытался его поймать. Но злоумышленнику удалось скрыться. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили государственный регистрационный знак и марку автомобиля, на котором воры покинули одно из последних мест преступления. В тот же день оперативники задержали подозреваемых. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Предварительно установлено, что фигуранты при совершении краш использовали сканер автосигнализации. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и документирование других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Рязанский фермер порадовал своих земляков красивой надписью на поле. Алексей Щекин выложил слово «фермер» из скошенной и высушенной травы, которая очень хорошо видна на зеленом фоне свежей травы. Алексей занимается сельским хозяйством уже 10 лет. Он женат, воспитывает двоих детей. Сам автор рисунка не смог дать интервью, поскольку был занят на работе. Нам удалось пообщаться с его женой и другом, автором видео с рисунком на полях. Муж хотел обратить внимание на сельское хозяйство, ну и на природу, естественно. Идея создания надписи на поле у Алексея появилась спонтанно в разговоре с другом Артемом Шевчуком. Долго придумывать текст не пришлось. Как говорит Артем, слово «фермер» является самым лаконичным описанием жизни Алексея. Как показала практика моего хобби – съемки с воздуха, только спонтанные идеи рождают сюжеты, которые потом имеют положительные оценки и множество просмотров. Сами съемки проходили на территории Сараевского района. Активисты отметили, что здесь работает более 40 предприятий агропромышленного комплекса по производству растеневодческой и животноводческой продукции. Ежегодно заготавливается более 200 тысяч тонн зерновых культов. Также две трети производства свинины и рыбы. Поэтому Сараевский район занимает далеко не последнее место в развитии сельского хозяйства на территории Рязанской области. Молодые люди отмечают, что район на протяжении долгих лет занимает лидирующие позиции в развитии сельского хозяйства в регионе. По их словам, этому способствуют почвенные ресурсы. По мнению молодых людей, они крайне благоприятны для зерновых культур. Даже в период пандемии работы здесь не останавливаются. Пандемия в этом году показала сильные стороны села. И подчеркнула значимость сельскохозяйственного производства. Множество предпринимателей пострадало. Однако ни один фермер не перестал сеять и убирать. Сейчас от каждого фермера зависит уровень продовольственного благополучия страны. Поэтому на рязанских полях пандемия проиграла в неравном бою. Молодые люди отмечают, что именно в период пандемии многие россияне поняли, насколько важно иметь домик в деревне. Они продолжат делать Сараевский район ближе к другим людям. В планах у молодых людей стоят и другие видеосъемки. Они хотят показать рязанцам и гостям нашего региона, как происходит сбор урожая. Кроме этого, Артем Шевчук планирует запечатлеть на видео рыбное производство. Он считает, что Рязанская область является уникальным регионом с множеством пейзажных мест. С помощью своих видео он старается привить любовь и желание здесь жить не только подрастающему поколению, но и старшему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова